Так, что же такого на этих Мальдивах? Здоровенный телек, на котором не работает ни один канал. По крайней мере, у нас для вас есть реально очевидная картина. Вы видели это? Вот я тупица. И даже здесь светлят. Но я не очень люблю такой климат. Нас даже убрались в номере. Я на спушку. И в спушку, спасибо. Привет, спушок. Раз-два, полет нормальный. Сейчас прошла паспортный контроль. Пришли на зону выдачи бокажа. У меня бокажа нет. Сейчас другая задача. Это найти место, где организовывают трансфер до моего отеля. Будем искать сейчас вместе. Еще один момент хочу сказать. Не успела записать это, когда вышла из самолета. Первое, что бросается дикой атакой. Адская духота. Такое ощущение, как будто бы я просто вернулась в Хабаровск. Самую жесткую духоту в июль месяц. Походу, это все надо будет терпеть. Или это только Мале такой аэропорт. И это парниковый эффект от асфальта. В общем, будем смотреть дальше. Пока что не очень приятно. Две очаровательные мои соседки по креслам показали мне дорогу, куда нужно идти. И там сказали, что меня должны встречать таблички из отеля. В общем, будем сейчас искать. Идем сейчас просто на выход. И смотрим, что там будет дальше происходить. Алексеева есть. Лана? Окей. В общем, меня назвали Ланой Алексеевым. Ну ладно. Главное, что я нашла человека из нашего отеля. И я уже счастлива. Вот наш отель. Семь. Мечтор5. 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 очень жарко. Меня встретил представитель отеля, он провел меня на внутренней авиалинии, которая находится прямо буквально рядом по соседству. Дал мой багаж, взял на меня билет на самолет, оформил все и дал мне такой travel kit. Сейчас будем смотреть, что там. Он сказал, что все пассажиры собираются в автобусе, которые сегодня прилетели сейчас в самолет и поедут в этот же отель. Мы их все ждем и поедем потом на самолет. Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Она забрала у меня билет, что-то сказала, я не поняла что. Я ни черта не понимаю, что он делает дальше. Они берут мой билет, смотрят там что-то. Я не знаю, что люди куда-то идут, а я стою здесь на стройке. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Киеве Один час Угу Пр Oddом Усего ДимаTorzok ilian ДимаTorzok что жопа değer ДимаTorzok одни а димаTorzok Рыба и ият Ият Рыба 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 Вот я тупица Ребят, что я приперлась со своим вообще вот этим непонятным английским в какую-то другую страну Чувствуй себя абсолютно тупицей Я бы без Женьки тут вообще не прожила В общем, я с трудом нашла нашего парня из отеля Выяснила у него наконец-то в чем заплет всей этой истории со временем. Дело в том, что я не учла, что он с Москвой разница в Мале в 2 целых 2 часа. Значит, что мне нужно дождаться всего лишь 1 час Через час я уже сяду на самолет и полечу в свой отель Видите, я все красная А вот этот вот пиваучер мне дали картошку фри сэндвичем из рыбы Я вам сейчас покажу, что это за сэндвич из рыбы. Вот столько рыбного паштета и больше ничего нет Но я так уже хочу есть и пить пилочку Человекса Содовода Ам Позвали какую-то я, но надеюсь, это не я Короче, тема такая, что я пока что ни черта не понимаю Потому что мне сказали, что самолет прибудет через час есть небольшая задержка В общем, надо подождать. Буквально только я начала есть свой сэндвич с рыбой пить воду Ко мне подошел мой отельный товарищ Будем так его называть В общем, сказал, что нужно идти сейчас вот в зал ожидания Сейчас сижу в зале ожидания У меня бутербург, картошка, слава богу, с собой можно Сейчас ждем, в общем, наверное, скоро прилетит наш самолет О, мой колечко! Вот это так красиво! Я сейчас сижу издалека Самолет прилетает так чертовски красиво Это так здорово Ребята, это мои ноги! Я иду здесь Вот ноги, вот вода, вот самолет Всем привет! Я очень надеюсь, что я прилечу в нужный мне отель Субтитры сделал DimaTorzok Я иду с днем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы видели это? Ух ты! Дошел просто! Я грэзи мэн! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прежде чем мы приземлимся в нашем первом пункте назначения, познакомимся с географическими данными. Мальдивы, официальное название которых Мальдивская Республика, это государство в Южной Азии, которое находится к югу от Индии, располагается на группе атоллов в Аравийском море. Атоллами называют группой островов. Столица город Малея, это крупнейшее в мире коралловое государство, общее население всех Мальдив, чуть больше 400 тысяч человек, что почти на 200 тысяч меньше, чем в моем одном родном городе Хабаровске. О погоде на Мальдивах я вам расскажу чуть позже. Пока за иллюминатором у меня проносились фантастической абсолютно красоты пейзажи, я в это время доедала свою картошку фри с сэндвичем, которую не поднялась рука оставить в зале ожидания. И тут не обошлось без сюрпризов. Люди начали доставать судорожно телефоны, потому что началось снижение. Наш стюарт снова выскочил за борт и как космонавт в открытом космосе начал готовить самолет к пришвартовке к плоту среди моря. На самом деле оказалось, что внутренние авиалинии летают как маршрутки, то есть высаживают пассажиров на нужные им остановки. Пассажиры в это время высаживаются вот на таких островках, их там встречает катер и уже он доставляет прямо до самой суши, где расположен их отель. Отели на Мальдивах, как правило, имеют название островов, на которых они же сами и расположены. Этот, кстати, тоже не исключение. В Фуровере входит состав от Олара. Удаленность от столицы Мале равна 151 км. Добраться сюда можно двумя способами. Первый – это вот на таком гидросамолете лететь примерно 45 минут, ну и стоит это на одного взрослого человека почти 500 долларов в одну и в другую сторону. Но, как правило, эта стоимость уже включена в стоимость тура. Другой способ – это комплексный трансфер. Перелет внутренним регулярным рейсом и потом на скоростной лодке. Такой маршрут почти в два раза дольше, но при этом стоимость его ниже почти на 100 баксов. На территории самого резорта по кругу расположились туристические виллы. Часть из них на суше, часть на воде и небольшое количество в центре острова. Виллы – сад. На период пандемии они перешли в резервный фонд. В случае, если на острове будут обнаружены какие-то заболевшие ковидом, то их сразу же изолируют в это место для того, чтобы они не заражали других отдыхающих. kosteremo. Increшемrup. Прогouncer dodать воду здесь, папка. Здравствуйте. zł worn welcome to Kurevela. Hoşña' Comme ça. Мне дали involunt让 scogek. Мне так не хватало его после всей этой дороги. Прошло почти 12 часов, но, ребята... Это просто вау Духоты такой нету, как в аэропорту Закладывает уши, жара Но главное, нет духоты и моря Просто какого-то легендарного сумасшедшего бирюзового цвета Чистейшая вода, и даже видно, как рыбы плавают Смотрите Вау Кто-то заказал, короче, к нашему приезду рыбное представление Вау Пишет? Давайте так, не отходя от кассы, сразу скажу свои супер первые впечатления Потому что я так понимаю, мы сейчас идем в центр сбора всех прибывших Там будут нас распределять по машинкам И отправлять кто куда, в какую каюту, бунгало, номер разместиться И первое, что поражает, это, конечно, местная живность Это рыбы, которые огромные, разноцветные Они плавают тут у тебя под ногами, устраивают тебе шоу, ныряют Плавают глубоко внизу, там вот на пирсе сидит аист В общем, это первое, что я вижу Шум прибоя Запах моря обалденный просто Вода прозрачнейшая Природа просто чмовая Кайфы Вон даже качели висит Огромные просто вот эти вот штуки Просто огромные Вон самолет Дороги Песок Знаете, кто сейчас надо мной пролетел? Летающая мышь Самая настоящая Как же я боюсь всех, как ты дрянь, как я тут выживу все эти дни Идем на волком-дринке Тут же тут, прямо на деревьях, штуки Вот такие Никогда не пробовала такие вот штуки Это то, что не хватает после такой вот долгой-долгой, шумной И не самой простой дороги За пельсинчиком сверху В общем, тут какая-то движуха Сейчас ждем, что ресепшенисты нам будут дальше Говорит, люди куда-то пошли уже Лохматая вся Главное на острове На острове своего отеля Это уже абсолютно точно Поэтому остается только дождаться дальнейших ценных указаний И скоро я буду в нашем номере Пока сижу немного отдыхаю У нас забрали паспорта Радует очень, что вокруг Я слышу много Английской речи То есть русские тут разбавлены все-таки Потому что в самолете летели все только русские Во внутренних авиалиниях летели практически только русские Вот ребята напротив меня сейчас за столом сидят Разговаривают на английском Разных национальностей ребята, в общем, тут И это хорошо Кокос забрала Я поехала? Ну не, ну тоже тогда поехала Короче, Женя меня наконец-то встретила Я наконец-то в машине Все, я сейчас наконец-то уже буду в номере Круто Умоталась Да, я бы спала У меня там бардак Это вилла Это вилла на воде Так, это вырежу Это номер Смотрите, какая кровать Какая Бросит сюда рюкзак Сюда вырежу Ковно, но есть карманы И, ребята, мы с вами идем смотреть На закон Ништяк Да, как вам И нам будет ништяк Когда я своим друзьям говорила Что была на Мальдивах и пыталась поделиться тем Что мне там не понравилось А это тоже было Что-то на богатом Слышала в ответ от них И, понятное дело, относительно многих других курортов Мальдивы Это одно из самых дорогих мест В принципе на земле Объясняется это двумя факторами Отдаленности от материковой части Практически все здесь завозное Свободная земля на вес золота Ну и это самое песчаное золото Здесь некоторые отели вынуждены подсыпать за свой счет Дабы не уйти под воду И увеличить площадь суши Все, что я знаю о Мальдивах Что здесь любят дыхать очень многие звезды Сейчас это очень популярный курорт Среди звездных личностей Именно благодаря их активности в социальных сетях Я усвоила, что Мальдивы Это просто идеальная картинка В общем, друзья, к черту глянцевость Вот эту вот всю вылизанную картинку Мы очень часто видим в инстаграме Что Мальдивы это просто какая-то мека красоты и роскоши А вот я вам постараюсь максимально все По-честному достоверно рассказать Так ли это все на самом деле Или все это действительно приукрашено инстаграмной жизнью А может быть и нет В общем, будем разбираться Вода просто вообще шикарная Как парное молоко, да? Да Очень теплая такая, приятная Зеленая Не пей О, а тут берег прям Можно наступать, да? Не, аккуратно там кораллы не наступают И даже здесь верлят Показательное выступление группы в полосатых попали Ой, классно очень У тебя можно заниматься каждым Вместо зарядки Правда, завтра уезжаем, но Дженни там фотографирует Вышел из моря, сразу же пошел в душ Открыл душ, смыл себя всю соль от воды И пошел дальше в душ настоящий Мыться, смывать все остальное А напоминает это очень Когда мы были там между Сочи и Топсе В доме отдыха Там стоял душ Тоже возле моря Ты выходишь, сразу идешь Смываешь себе всю соль И потом идешь к себе в домик Вот здесь вот такая история Тоже очень сильно это напоминает Но здесь, конечно, другого немножко формата Все это у тебя прям сразу на вилле И ты можешь прям это делать В частном порядке А не вместе со всеми пляжниками отдыхающими Все по-взрослому Есть все необходимые меры безопасности Мы пошли на завтрак Вот, будем завтракать вкусную еду Чуть было не пропустили его из-за фотосессии Купаний По пути столько раз где-нибудь остановимся Походаться Ну я не могу работать на голодной желудке Вот что я тебе могу сказать Поэтому нужно сперва покормить оператора А уже потом все остальное Главное правило успеха Правило успеха на Мальдивах Носите шапку И я полностью Кремом, да И очки, кстати, на Мальдивах Это даже не столько как аксессуар Который тебе тут дополняет образ Сколько жизненная необходимость Потому что смотреть на все эти красоты Постоянно без очков Можно, мне кажется, сжечь сетчатку просто Потому что солнце Супер такое яркое И краски тут супер яркие Можно и дурить Шляпки супер яркие Красивые, красивые Детский центр Такой загончик С дельфинчиками Заходите, детки Покачайтесь на качельках Заходите, обратно у нас на задушке Мы свернулись сейчас Главные дорожки Налево идем Вдоль кустиков всякие Тут вечером фонарики Светят дорожки Подсвечивают Все это очень красиво А сейчас очень жарко У меня с носа льется вода Я на самом деле Если быть совсем откровенным Хоть мне там И вот эта Женя И другая моя подружка Женя Еще чину за таких слов Полицу может дать Но я не очень люблю Такой климат Я люблю, когда чуть-чуть посвежишься Они с величием самолетом А шли обратно Вот они летают Каждый час Я ладно, потерплю Потерпишься Ладно, пошибусь Что не сделаешь ради контента Все это ради вас, мои дорогие подписчики Поэтому я думаю Я заслужила вашего лайка Лайк, колокольчик и так далее Слушайте эту мудрую женщину Вот эти цветы, которые растут на деревьях Белые Они источают такой сумасшедший аромат Когда проходишь мимо этого дерева Он похож, наверное, на коалы какие-нибудь Но при этом этого запаха не болит голова И он, когда вот мимо именно дерева идешь Максимально такой концентрированный И приятный Добавляет атмосферы К всему этому месту Что касается флоры и фауны Вот именно на этом острове Она просто потрясающая Роскошная Раскинутая На всем побережье Здесь было изначально сразу высажено Очень много растительности Но потом в дальнейшем остров стали обустраивать И какие-то насаждения еще добавляли Но и при этом облагораживали то, что уже было Поэтому здесь очень много возрастных таких пальм Которые очень сильно плодоносят И на них действительно очень много кокосов Помимо этого кокосы прорастают буквально тут же на месте И вообще в принципе очень много на самом деле Всяких интересных растений Которые впечатляют и создают Благодаря своей вот этой густой насыщенности Создают ощущение того, что здесь абсолютно приватная атмосфера Очень сильно закрывают общую территорию острова И за счет этого создают такой определенный живой забор Помимо гостей на острове присутствует почти 300 человек Занятых обслуживанием работы отеля Все они живут в центральной части острова Хоть этого сильно не ощущается Но территория Фуровери довольно большая Поэтому если трудно передвигаться пешком То можно заранее заказывать рабочие машинки Которые доставят туристов в нужное ему место назначения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мне кажется, если посмотреть мою тарелку, можно увидеть какой-то набор школьников Разорвался ли бесплатно Потому что тут сосиски и рыба, и сыр, и блинчики И вот единственное, что я не брала, это булок Потому что не хочется Хочется есть много фруктов, овощей Вот салат есть Это не я брала, это не моё Для антуража А вот я вот кешаю не теряя Это реквизит, вы не подумайте Вот так вот это теперь называется Это всегда так называлось Когда блогер какую-то берет супер калорийную и ужасную фигню Это реквизит, знаете Это он не пожрать любит Это нам еще, кстати, яйца не принесли Бенедип, жарко Реквизит для антуража был покусан Еще покусан Все, минус один, боец И съели его полностью в итоге Слишком вкусный был реквизит Ничего не смогли с собой поделать Вот это вот яйцо Оно очень вкусное Яйцо Бенедикта Они приготовили прямо тут на кухне И тут рыба вот эта вот красная, соленая Очень вкусная Мы ее отдельно взяли И еще вот яйца И на булочке какой-то тонкой, легкой Мне научиться надо разговаривать в камеру постоянно В общем, вот это вот яйцо Оно очень вкусное Знаете, ребята Я, конечно, понимаю, что многие, кто смотрят Туристические всевозможные отчеты Ждет, когда человек, который ведет Этот туристический блок Начнет есть всякую дичь Так вот, запомните Завтрак это такое время Когда ты не хочешь есть никакую дичь Когда ты хочешь гарантированно вкусную Ожидаемую еду И вот это вот яйцо Оно даже не просто гарантированно Ожидаемо вкусное Оно еще и удивляет Приятное в смысле Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вышла на пляж, чтобы поснимать немного моря Песчаный пляж Белоснежный песок И знаете, что? Так ярко светит солнце Оно отражается от песка Песок белый И сейчас находиться без очков Здесь просто невозможно Потому что, правда, можно Ну, прям вот очень сильно начинают болеть глаза Поэтому буквально я вот делаю кадр Причем я не смотрю в экран Я смотрю в это маленькое окошечко Для того, чтобы видеть, что я снимаю С меня опять течет вода И без очков здесь, правда, находиться Вообще невозможно Но вода чистейшая бирюзовая Вот такой вот белый красивый песок Красота Для любителей пряжного отдыха Такого санаторно-курортного типа Это прям идеальная история Это действительно сказочное райское место Где можно насладиться всем этим Тем более, что мы находимся на острове Остров не такой уж и маленький Хотя на первый взгляд кажется, что он не очень большой Но на самом деле просто здесь очень много частей Которых снизу, ну вот на земле Их просто не видно При этом вот мы находимся в своей вилле Когда идем туда Мы людей вообще практически не видим, не встречаем И большая часть людей, которых мы встречаем Это вот только на завтраке, обеде И оказывается, что их тут приличное количество Но ты их и не видишь во время отдыха И это тоже здорово Для аутистов, как я, это вообще прекрасно Одна из мальдивских диковин Это вот такие вот штуки Там вот, смотрите, бассейн Ресторан И тут же мы выходим на пляж Вот здесь море А здесь постоянно бегает всякая живность крабиков Которых вообще практически невозможно поймать Зато можно увидеть вот их норки Прям в песке на пляже Здорово так А здесь, по-моему, нет, это листик И вот норка В общем, вы поняли Снять крабиков невозможно Но зато можно снять их норки Это я увидела рыбу Господи, как же я их боюсь Рыбы Рыбы все время так подплывают к берегу Ты заходишь в воду Они такие сперва к тебе подплывают Как будто бы они ожидают от тебя Какой-нибудь кусок еды получить Но понимают, что ты ничего им не будешь давать И тут же разворачиваются и плывут дальше Потому что рядом стоит мужчина Чуть-чуть подальше от меня И к нему так же тянется этот косяк Потянулся Увидел, что он ему снова ничего не даст Развернулся и уплыл Это очень забавно А теперь время фотосессий Тут я расскажу вам о первом Самом популярном развлечении тех, кто даже не имеет никакого Абсолютного отношения к блогерству Это, конечно же, фотосессии Фотографируются на Мальдивах везде и всегда Особенно, кстати, индусы Если вы были на Мальдивах и не заставили своих друзей вас фотографировать Все зря, вы летали на Мальдивы Абсолютно точно можете собирать чемоданы И повторять вашу поездку снова Мы, разумеется, пилили контент Исключительно в профессиональных целях Но буквально спустя полчаса Такой активности я вернулась в номер Уже с легким тепловым ударом От которого отходило где-то час Потому совет Если попадаете в неожиданно жаркие условия Дайте себе хотя бы немножечко времени Чтобы привыкнуть ко всему происходящему И только потом тусуйте в тени Сколько вам влезет В той стороне сзади меня находится ресепшн Я иду вперед Там как раз наши водные виллы А здесь я прохожу виллы, которые находятся на суше До того, как я приехала Женя жила в одной из такой вилл Я вам покажу сейчас, как она выглядит внутри Там есть внутренний дворик, бассейн Внутренний двор с душем Все это довольно красиво и уютно Единственный минус того, что ты живешь на суше Это живность, которая там может бегать Кто не любит всякую живность, как я Тем лучше на суше виллы не брать И кокосы буквально под ногами валяются Кокос Привет, кокос Стою под пальмой Как Женя сказала Главное, чтобы этот кокос на голову тебе не упал Надеюсь, что пока мы здесь, этого не случится Но вот прям можно увидеть На пальме растут кокосы Кокосики висят Никогда не видела пальмы с кокосами вживую Это мой первый раз А у нас нет зонтика Вон там есть зонтик у соседей, а у нас нет зонтика Я просто поначалу не совсем понимала, зачем здесь нужны зонты Сказала Женя Помимо того, что здесь бывает дождь Вчера, позавчера, например, прошел быстро за пять минут и все То есть дождь здесь все-таки бывает Так еще помимо этого Сейчас, когда я прошлась, поняла, что зонты еще могут скрывать таких, как я, белоснежек Палящего солнца днем Потому что солнце здесь палит, конечно, прям на все 350 Добавляет еще этот белоснежный песок Эффекту белоснежки держитесь Запасайтесь максимум кремами Всех разных защит Кремами после Освежающими, охлаждающими Ну и надо обязательно брать с собой одежду Которая закрывает не только руки Я взяла с собой свою любимую белую рубашку, которая закрывает руки полностью Но еще о ногах тоже нужно позаботиться Потому что все-таки здесь У меня обычно просто ноги не супер загорают Но здесь, походу, им уже хана Сейчас я, между прочим, сижу в номере, пытаюсь поработать Но когда я бросаю взгляд на то, что на улице происходит Мне становится немножечко дурно Поэтому даже в номере я буду сидеть в очках В нем сегодня лупит солнце такое Чистота красок такая, что голова кружится На самом деле от такого чистого белого цвета И супер яркого Поэтому даже в номере, если вы хотите смотреть в окно, сидеть Иногда стоит надевать очки Смотрите, вот к моему личному вопросу Есть ли на Мальдивах плохая погода Всегда в инстаграме все прекрасно и лучезарно А на самом деле, видите, вон там туча Блин, я вот почему-то хочу, чтобы пошел дождь Тут вот даже сейчас стоять мне очень горячо Потому что солнце палит неимоверно На термометре 31 градус жары 31! Ну тут на самом деле очень жарко, очень душно Не факт, что после дождя станет лучше Скорее всего, наоборот, будет душнее По крайней мере, у нас для вас есть реально очевидная картина Что здесь не всегда так солнечно, а проходят дожди Вот посмотрим, насколько долго он будет лить Если эта туча сейчас придет сюда Нужно... У нас от утренней фотосессии тут подушки остались, одеялами Мы сейчас их будем обратно перетаскивать Чтобы все это не намокло благополучно Так как Мальдивы находятся на экваторе То и погода здесь круглый год почти одинаковая Примерно от 28 до 31 градуса тепла За исключением того, что сезоны здесь делятся на два типа Это сухой и мокрый То есть мокрый – это сезон дождей Они начинаются примерно с мая и длятся где-то по август Пока в наших городах светит летнее солнце На Мальдивы в это время надвигаются тучи с ветрами и штормом Зато путевки в это время стоят на Мальдивы гораздо дешевле, чем сухой сезон Сидишь в кресле в своем номере, слушаешь звуки дождя И так хорошо, успокаивающий Поднялся ветер, усилился дождь И, соответственно, море стало волноваться Еще и шум волн, звук дождя И после вот этой жары, которая была с утра Это просто сейчас какой-то спасительный круг брошенный Океан с этого дикого, уставшего состояния На самом деле у меня просто сейчас случился, по всей видимости, тепловой удар Потому что мне в какой-то момент стало ужасно плохо У меня закружилась голова И я вот часа полная, наверное, лежала на кровати, не могла встать Обмывала себя холодной водой, чтобы мне чуть-чуть полегче стало И тут начался дождь, и у меня даже как-то силы появились Такая погода мне нравится на Мальдивах Не знаю, как вам, но я люблю и снимать, люблю дождь И люблю смотреть на дождь, в общем Он вряд ли будет все равно идти сегодня весь день Но какое-то время он еще будет идти И это хорошо У нас навели в номере порядок Плюс мы еще пожили в этом номере сутки И теперь уже можно по-честному все о нем рассказывать Во-первых, ну вот комната, она сама по себе большая, просторная Здесь наша кровать, на которой мы спали, в принципе, очень удобная Есть два варианта подушек, мягкая и жесткая Широкая, здоровенная, широчайшая кровать У нас даже кингсайз был поменьше в Питере Подушки, подушки, много подушек, одеяла Два кресла стоят тут с видом на море Сидишь, пьешь чаю Я вот сегодня сидела и смотрела на дождь Из этих кресел было прекрасно Здоровенный телек, на котором не работает ни один канал Здесь тоже только можно посмотреть Ютуб И если у вас есть подписка на Нетфликсе То вы можете свой канал запустить здесь на Нетфликсе Но потом не забудьте выйти оттуда Тут стол для всяких штук, я не знаю, канцелярских, рабочих Но работаем мы в другом месте Телефон, чтобы кого-то вызвать Здесь окортики, можно только открыть и подглядеть Кто там такой ходит? Кто ходит? А вот здесь, ой, нет, не здесь Гардеробный, вот здесь вход, прихожка В ней тут обувь, наши сумки хранятся Вот здесь, за этим столиком мы работаем Вот здесь стоит ноутбук Как раз тоже кровать, вид на море Здесь чайник, кофемашина есть даже Кофемашина варит эспрессо отличный Как варит американо в ней вообще совершенно непонятно Мы пытались долить туда воды, но в конечном итоге Я просто накипятила чайник и долила воды эспрессо из чайника Эта кофемашина занимает, если честно, отдельного внимания Если вы вдруг смотрели мой выпуск по подсказке здесь вот выше То уже знайте, что с приготовлением ароматного напитка у меня есть определенные проблемы Но если честно, я искренне верила всегда, что кофемашина не вызывает никогда никаких вопросов Думала я до именно вот этого момента Загружаешь, заливаешь, закрываешь, вроде все как всегда Но прямую связь между готовностью кофемашины к работе и моими действиями я так и не выяснила И кстати, на вкус кофе на Мальдивах просто ужасный Весь без исключения Поэтому если вы кофеман, лучше возьмите какой-то свой любимый ароматный кофейный напиток с собой Вот здесь всякие штучки к чаю Чай разный Пьёк вот такой вот в этих... Как это называется? Как называются эти штуки? Напишите в комментариях, я не помню Что еще есть? Четыре бокала Два бокала тонких Два бокала толстых Открывашка, кстати, немаловажная история, потому что не во всех отелях Мы, по крайней мере, встречали открывашку Здесь она есть, лежит сразу Если нету, то можно попросить всегда ее на ресепшене Холодильник Рефрежерейта Тут стоит наш кокосик Кокосик и шоколадки на подарочке Портнера Вот, приносят воды Тут у нас гардеробная То есть сориентировались, я думаю, здесь кровать Здесь наша рабочая зона Здесь чай и кофе А здесь сзади меня гардеробная Входим в гардеробную Она, в принципе, достаточно просторная Ее не нужно открывать Все видно сразу А что здесь? Жилеты Очень важная составляющая Халаты, вешалки Все для обуви Сейф там внизу стоит Там сейф Кладильная доска внизу Здесь вот место для ящиков Еще ящики Зеркало Всем приветики, пистолетики Здесь утюг у нас был сейчас Он стоит вон там В той стороне Здесь мой чемодан валяется Фен Друзья, фен Можно было ожидать Далеко не самое лучшее Что здесь есть Поэтому пора бы уже мне завести Свой дорожный маленький фен Очень супер мощный Потому что этот Сушит голову вообще с трудом Утюг работает Отлично Да вот здесь вот Как раз окошечко такое Подходишь к нему Кто здесь? Кто ко мне пройдет? Уходите все Ну или просто можно открыть Вот сейчас Чтобы просто у нас с вами Здесь было побольше света Поярче И мы все видели хорошо Дальше выходим из гардеробной Женя уже вышла из ванной комнаты Поэтому мы можем зайти с вами туда И посмотреть, что есть в ванной комнате Такая открывающаяся слайдом дверь Очень красивая Рутонговая Типа такая Вот здесь у нас унитаз С видом на море Здесь у нас душ С видом на море Здесь у нас раковина С видом на себя в зеркало И на море Здесь у нас еще одна раковина С видом тоже на себя в зеркало И на море Ну вы поняли Здесь все с видом на море И это деликолепно Так вот открываешь шторки Открываешь дверцу И надеваешь эндофильтр Чтобы было хоть что-нибудь видно Вот, открываем дверь Фильтр на месте Открываем Все, и видим, что у нас здесь еще Ванная стоит Пожалуйста, товарищи, с видом на море Мы еще пока эту ванну не принимали Поэтому не могу вам сказать, что На самом ли деле это все так Что-то дверь вообще так тяжело Закрывается, открывается На самом ли деле все так романтично Возвращай меня в кадр В целом все это очень прикольно Единственное, я не поняла Одного момента со смесителями здесь Потому что даешь под душ, например На тебя течет сперва прекрасная Прохладная вода Буквально через пару минут Все меняется неожиданно Может резко политься Достаточно плотная такая Горячая вода И очень сложно настроить Вот эту вот историю Связанную с тем Ну вот с этой терморегуляцией Это вот момент такой Странненький Так в основном Все как бы суперобычно Биде Ну типа не биде Это получается унитаз Тут рядом висит эта штучка Которая можно подмываться Вставая с унитаза И я думаю, что многие оценили Прелесть вот этой штуки Субтитры сделал DimaTorzok У нас еще Так как вы поняли, что здесь офигенная жара Здесь нас от жары спасает Огромный Просто вот такой вот Большой Мощный Суперклассный Кондер И самое хорошее В том, что он не супер шумный У него есть яркая лампочка Которая светит И показывает величину градусов Которую вы поставите Но на пульте есть кнопка Знаете? Если вдруг будете здесь И будете задаваться этими же вопросами То на пульте от кондера Есть кнопка Которая выключает свет кондера Вот есть целая Это есть кнопка Light Нажимаете на нее И свет исчезает А кондер работает по-прежнему Магия Здесь вот еще стоит Первое, что меня насторожило Когда я зашла сюда И увидела Вот эту вот штучку Вот эту вот штучку Потому что Здесь Есть какие-то супер незаметные комарики Которые могут вас покусать Летают также мухи Которые тоже могут вас покусать Ну, в общем-то Эта штука у нас стоит Отдвиняет всю эту Нехорошую шелупонь Чтобы нас не кусали В остальном В принципе Таких особых нареканий нету Плюс еще здесь практически везде Евророзетки Есть пару переходников На наши Вот эти штыны Вот такие вот штучки Просто берете Вставляете Их в розетку Вставляете в нее Вот здесь С этой стороны Вот с этой И с вот этой Есть отверстие Вставляете Смотрите Тут есть тоже кнопочка Которая отвечает За включенную Или выключенную розетку Вот здесь красненьким Она горит Вставляете Вот ее Вот так Вот хоп И сперва Вверх Потом вниз Потому что я сперва Пыталась вот так Вот ее вставить У меня практически Ничего не получалось Сперва Вверх Потом вниз Хоп Вставили Хоп Вставили свою Розетку Сверху Еще что-нибудь Вставили Воткнули В общем Все Вуаля Все работает Все отлично Собственно Вот друзья Похватывать больше Нечем особо Потому что у нас нету Как оказалось Тут в соседних вилах Есть еще эти Боссейны Но Как бы И так С того уже хватит Да Чего мы Мы уже и так живем С видом на море Уже все прекрасно Поэтому в остальном В принципе таких супер Там нареканий нету Еда Достаточно вкусная Есть европейская Что не может не радовать Достаточно много Фруктов Овощей Просторный классный номер Работающий кондиционер Не супер громкий Душ Две штуки Ванная Ну в принципе Все необходимое есть И У нас даже убрались В номере Поэтому Знаете Я смотрела Некоторые выпуски Каких-то других отелей Ну я вообще не этот беру Даже не рядом с этим Возможно 4 звезды Ну может быть и 5 Не знаю Но в общем ребята Жаловались на то Что у них очень долго Не выносили Там 3 дня Не выносили поднос С едой Которую они заказали В общем здесь у нас По крайней мере Вот мы вчера заехали Сегодня пока ходили на обед Вернулись У нас уже все порядок Вот поэтому Поэтому вот 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 Мы переодели Чтобы вернуться на пляж Чтобы там На пляже отеля Есть местечко Под названием Water Sport А здесь все Для водных видов спорта Как понятно Из названия Можно пройтись И посмотреть Что есть в наличии Или просто Пообщаться с местными ребятами Они в принципе Все доступно И очень приветливо Объясняют Мы взяли здесь Для меня Набор для снорклинга Который для посетителей Этого отеля Входит в стоимость То есть Бесплатно Мы сейчас пойдем Заниматься развлечением Которое называется Снорклинг Мне для этого дали Ласты, маску Трубочку Буду это сейчас Там надевать Закат Девчонки Снимающие закат Запишу вам На красивом закате Краткий отзыв По снорклингу Если честно Я думала Что это вообще Какая-то бабусича херня И нечего там делать И что это вообще Ну короче Скучноте его полное А на самом деле Оказалось Что это Офигенно Интересно Когда ты видишь Как ты плывешь Среди рыб И они вообще Тебя полностью Игнорируют Им вообще все равно Что ты есть Это удивляет Потом Я увидела Как раскрываются И закрываются Ракушки Вот эти вот С мидиями Или кто они там Вот такие вот Прям фигурные Испугалась Несколько рыб Незадолго До моего отъезда Приехала моя подруга С Мальдив И рассказывала Про то Что рыбы Когда едят Издают 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 Очень интересный звук Я вспомнила Про это Затаилась И я реально Услышала Как рыбы Едят И это что-то Потрясающее Вообще Вот услышать Этот звук Дорогого стоит С учетом С учетом того Что Снорклинг Это доступная Вообще Абсолютная история Даже если Там В каких-то отелях Например Она платная Я думаю Что маска Трубка И ласт Не так уж Много стоит Женя Вон вообще Без ласт Плавает Там В тапочках То есть Ну в целом Это очень доступная История Главное Чтобы был Красивый Живописный Риф Потому что Как рассказывала Мне знакомая С которой мы Познакомились Здесь В отеле Что Не во всех Отелях Есть вот такая Вот живность То есть Нам еще и повезло Что мы Именно в этом Отеле Я вот этот Мой первый раз Погрузилась Поплавала Над кораллами Посмотрела На этот Морской Животный Мир И это Я вам скажу Что я На самом деле Даже После того Как вышла На берег Немного Замерзла То есть В эти два дня Я очень сильно Изнывала От жары От духоты А сейчас Вот как-то Свежо стало И слышите Это летучие лисицы Как они Классно Это делаю Мы сейчас Пришли На еще один Пляж Он находится Немного В другой Стороне Это по-прежнему Райское место Потому что Здесь есть Чудесные Виллы Которые стоят На воде Есть здесь Как это называется Лес с пальмами Здесь есть Ресторан Здесь есть Женя По-прежнему Она никуда Не делась Мы пришли Сюда Немного Пофотографироваться Естественно Куда же Без фотосессий Ну вообще Посмотреть Что здесь Есть еще Помимо Нашей зоны И места Куда мы Ходим Поесть Ресторан Здесь есть Еще один Ресторан На острове Вообще Всего Три Ресторана Вот тот Основной А вот этот Еще один Мексиканский Второй Азиатский В них Если вы Покупаете Путевку Все включено Раз в пять Дней Можно поесть В одном Из них То есть Если вы наберете На десять дней Через пять дней Обедаете Или ужинаете В азиатском Еще через пять дней Обедаете Или ужинаете В мексиканском А еще здесь Есть гамак Прям в море Из развлечений Нам еще удалось Побывать На двух Потрясающих Водных Прогулках На одной Мы шли На закат И смотрели Как дельфины Резвятся В открытом Море А второе Это рыбалка Есть рыбалка Как эта Где собирается Много желающих И ловится То, что попадется А есть рыбалка Так сказать По-взрослому Где ходят На рыб Уже совсем Другого размера Гораздо Больше Чем эти Прежде чем Выходить Из номера Мы позвонили Администратору И заказали Сервис По доставке Багажа Наш заказ Приняли После этого К нам заехал Служащий Отель Чемоданы Мы оставили Возле входа На виллу И до аэропорта О них больше Не думали До самолета У нас было Около Трех часов Поэтому мы Решили Провести Это время На берегу Чтобы вернуть Набор Для снорклинга И пообедать Перед дорогой Принесли Вернуть Ласты С масками А оказалось Что тут Сейчас нету Никого Все ушли На обед Похоже С 12 до 2 У них Обед Так что Придется Нам тоже Сперва Сходить На обед Вместе С ластами И маской А потом Придется Идти Обратно Возвращать Ну все Со второй попытки Мы вернули Ласту Маску Ласту Маску И Что там еще Трубочку Потому что Сегодня мы Уезжаем В другой Отель И сегодня Нам уже Больше эта штука Не понадобится Но в другом Отеле Можем взять Снова Кстати Возле ресепшена Есть много Разных Бутиков Здесь Можно купить Какие-то товары Первой необходимости Разные товары Абсолютно Для водных Видов Спорта Какие-то Памятные Вещицы Ну и конечно же Сувениры Куда же без них К слову о сувенирах Я привезла парочку Один из них Вот этот фирменный Ежедневник С острова Фуровере У него Очень супер Мягкая обложка И вообще В принципе На тактильность Он невозможно Приятный Очень хотела Оставить его Себе на память Но подумала Что будет честным Подарить его Кому-нибудь из вас Я разыграю его Среди тех Кто оставит Комментарий К этому видео И все Больше никаких условий Итоги подведу В последнем Мальдивском выпуске Да Вы все правильно поняли Их будет несколько Пока мы погружаемся на борт Для того чтобы перелететь На следующий остров О котором я обязательно Расскажу вам В следующем выпуске Предлагаю вам сейчас Провести определенную активность Для поддержания моего канала Поставить лайк этому видео Написать что-нибудь В комментариях Чтобы в том числе Поучаствовать в розыгрыше Презента Обязательно подпишитесь На мой канал И поставьте колокольчик Чтобы не пропустить Мое следующее Мальдивское видео С вами была Яна Алексеева По наехавший влог Пока-пока